Еще не Махновщина, конечно, но протестная волна прокатилась уже и по отдельным регионам. Пикеты, митинги некоторые облсоветы даже созвали внеочередные сессии. Чего требовали активисты и народные избранники, расскажут мои коллеги. Шины под обладминистрации Ивана Франковска начали сжечь еще ночью. Собравшиеся активисты заявили, создают прикарпатский штаб освобождения участников торговой блокады. На утро народная вечер и внеочередная сессия облсовета. Заседают депутаты просто на улице. Главное требование – немедленно уволить министра внутренних дел, а также распустить Верховную Раду. Сколько еще нужно времени, чтобы понять, что с этой Верховной Радой изменений в государстве не будет. Поэтому необходимо провести достроковые парламентские выборы. Данная Верховная Рада неадекватно реагирует на ту ситуацию, которая в украинском суспильстве. Накануне поздно вечером активисты в Луцке заняли обладминистрацию. Разошлись около двух ночи, когда узнали, что всех задержанных участников блокады отпустили. Сегодня, ближе к обеду, областные депутаты на внеочередной сессии поддержали торговую блокаду и призвали руководство страны закрыть уголовные производства против участников блокирования и наказать виновных в силовом разгоне. Наши были требования о освобождении Арсена Авакова, о освобождении Аброскина. Это люди, которые отвечают за этот разгон. Также освобождение начальника СБУ Украины и заступника начальника СБУ, который ругает антитеррористическую операцию. А теперь они на обезброенных людей подняли руку. Я не побоюсь этого. Я не побоюсь этих правоохранителей, которые стоят здесь. Мы правильно делаем. Это верх цинизма. Такие лозунги звучали сегодня во время митинга в Запорожье. Свои требования собравшиеся изложили в петиции и передали губернатору. А после окончания акции призвали добровольцев уже сегодня вечером ехать на Донбасс, поддерживать блокаду. Забороните бизнес на крови украинских вояков. Звяти посадовцев, винных в разгоне и побытти участников торговой блокады. А вот из Харькова подкрепление к участникам торговой блокады уже отправилось. Десять машин с активистами выехали с площади свободы в зону АТО. Говорят, будут ставить редуты в новых местах среди требований принятия законов об оккупированных территориях. В первую очередь освобождение плен. Второе требование это принятие закона по оккупированной территории. Правда, на одном из блокпостов на выезде из города участников акции остановили патрульные. После небольшой перепалки колонна двинулась дальше на Донбасс. Автоматы, нахуй, поубирайся, мать! Убраться, автоматы, ты нахуй! Вечером на пикет собрались активисты в Черкассах. Пришли не с пустыми руками. Прямо на пороге в обл. администрации соорудили импровизированные собачьи будки. На них прибили портреты чиновников, как местных, так и столичных. Еще одну оставили без портрета. Ее судьба должна решиться завтра, на внеочередной сессии областного и городского советов по ситуации вокруг блокады Донбасса. Приняли обращение к президенту, парламенту и правительству, областные депутаты и в Черновцах. Требуют расследовать разрешение на поставки продукции с оккупированных территорий и опять же отправить в отставку главу МВД, начальника полиции в Донецкой области и руководителя антитеррористического центра СБУ. Возмущены силовым разгоном участников блокады и во Львове, областные депутаты потребовали признать отдельные районы Донецкой и Луганской областей оккупированными и прекратить с ними любые торговые отношения. Сергей Бордюжа, Жанна Дучак, Ольга Паломарюк, Светлана Шикера. Подробности телеканал Интер.